В моих книгах из серии Академии смысла, из системного исследования мышления, я постоянно рассказываю о том, что есть реальность, а есть наше представление о реальности. И нам очень сложно пробиться к реальности, а наше представление о реальности нас часто путают. Вот в Семену Семеновичу есть по этому поводу забавная история, которая, может быть, пояснит больше, чем философская работа. Семен Семенович никогда не видел мандаринового дерева. Он воображал себе мандариновое дерево, но не узнал его, когда увидел. Семен Семенович расстроился и застрелился. Виноваты ли в этом мандарины? В данной истории образом реальности является мандариновое дерево, о котором у Семена Семеновича только представление. И, конечно, когда мы сталкиваемся с реальностью, наши представления не всегда выдерживают этого напора. Но виновата ли реальность в этом? Может быть, нам надо подкорректировать собственные представления? Самоучитель по философии. Снова Семен Семенович. И давайте послушаем еще одну забавную историю. Семен Семенович рассказывал о том, что знал только он. Ему, разумеется, не верили. После этого Семен Семенович нарисовал это, и они проявили заинтересованность. Потом он дал им это почувствовать, и они, наконец, поверили. Повторение мать учения, ответили поверившие. Нет, осознание, возразил Семен Семенович. Но не поторопился ли он с этим выводом об осознании? На самом деле, все дело как раз в этой динамике. Нам кажется, что мы можем объяснить абстрактные вещи другому человеку, который понимаем только мы, а он пока нет. Но так мозг не работает. Как сказал Лаков, мы живем метафорами, мы живем историями, наша дефолт-система живет историями. Поэтому, если вы действительно хотите донести свою мысль, то не просто рисуйте, не просто объясняйте, но обязательно рассказывайте историю, которая прояснит суть вашей мысли. Самоучитель по философии. Многих удивляет, что мой Семен Семенович из самоучителя страдает такой патологической тягой к самоубийству. Но на самом деле, конечно, речь идет не о самоубийстве. Это метафора действия. Если вы хотите понять смысл соответствующего Каана из текста, вы можете подставить другое действие под слово «застрелился» и увидеть смысл этого действия. Вот я вам приведу пример. Это рассказ из книги. Сначала Семен Семенович застрелился, потому что думал, что это правильно. Потом Семен Семенович застрелился, потому что думал, что это нужно. Еще чуть позже Семен Семенович застрелился, потому что ему показалось, что пора. Ну и все кончилось у разбитого корыта. А теперь давайте подставим сюда другое слово. Сначала Семен Семенович женился, потому что думал, что это правильно. Потом Семен Семенович женился, потому что думал, что это нужно. Еще чуть позже Семен Семенович женился, потому что ему показалось, что пора. Ну и кончилось все у разбитого корыта. Есть ли некий глубокий смысл противоположности? Разгадывайте. И снова самоучитель по философии, и снова наш Семен Семенович, который все время хочет застрелиться. Вот, мне кажется, милая история. Когда Семену Семеновича спрашивали, он всегда находил, что ему ответить и как объяснить то, что он делает или думает. Но внутри самого себя он никогда не удовлетворялся этими ответами. От этой неудовлетворенности Семен Семенович застрелился. Однако же, однажды Семен Семенович в один только раз смог удовлетвориться собственным ответом. На миг. И тут уж он хотел буквально казнить себя. О чем эта история? Мы действительно не можем высказать свои мысли. Потому что наши мысли принадлежат дефолт-системе мозга. А в дефолт-системе слишком много отношений между элементами. И в пересказе эти отношения неизбежно разрушаются. Поэтому вы никогда не можете высказать мысль достаточно хорошо. Хотя вам может казаться, что вы с этим хорошо справились. Но не казните себя. Это такое ограничение. Почему мой сборник рассказов о Семену Семеновиче называется самоучителем по философии? Дело в том, что каждая история является философской притчей. Ответ, который вы найдете, задавшись вопросом, который звучит в конце. Вот и разберем один пример. Семену Семеновича спросили, что такое философия? Диалог, ответил Семен Семенович. Так что же, получается, мы сейчас прямо с вами тут философствуем? А вам непременно Канта с Гегелем подавай, лицемеры. Возмутился Семен Семенович, и он был в отчаянии, видимо, поэтому застрелился. После этого следует вопрос. Ради философии стоило бы отказаться от философии. Не правда ли? Действительно, мы воспринимаем философию как историю философии. Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше и так далее. Но на самом деле философия – это наш способ думать. Это умение по-разному собирать наши модели реальности. И надо иногда отказаться от истории для того, чтобы жить настоящей философией.